Организовывать намного проще, когда это происходит в одном зале. У нас был один мини, даже форс-мажором не назовешь, когда мы в триньте играли, но мы тоже, в принципе, вышли, наверное, удачно из этой ситуации. Ну, нравится. Наверное, если бы, как мы изначально планировали, было бы 10 команд, было бы, можно сказать, чуть-чуть интереснее. Но, думаю, это здорово, когда летом есть такая практика. Особенно в контексте того, что половина стритбольного сезона заканчивается в середине июля, и, в принципе, на улицах уже больше так никто не играет. Поэтому летний кубок – это здорово, хороший зал, хорошие игроки, хорошее судейство, хорошее… Все хорошо. Мне это нравится. В команде MLBL меня по морально-этическим соображениям моим, моему воспитанию и образованию увидеть невозможно. Я планирую играть в MLBL за команду «Рен-Охрана», где я являюсь руководителем, игроком и тренером. Думаю, что ждать нового формата проведения в связи с сокращением количества команд. Надеюсь, что в течение сезона произойдет логичная, что называется, концентрация более сильных игроков вот в этих заявившихся командах в MLBL, то есть отток из MLBL и отток из Мособласти теоретически. Ну и плюс, если у нас будут сняты ограничения, либо частично сняты ограничения, то о чем мы договорились с руководителями команд. Ну, предварительно. Ждать, думаю, высокого уровня соперничества. Надеюсь, что Кубок вторых команд нас также порадует, как в прошлом году. Новых проектов, я думаю, в плане туров стритбольных, в плане взаимодействия с другими федерациями в других видах спорта. У нас есть предварительные задумки и договоренности. Ну и, наверное, старание фанатов делать лучше не только себе, но и окружающим. И при этом, что называется, не поступаться своими убеждениями. Результат, думаю, закономерен. Очень нервная игра. Никогда нельзя переставать играть. Ритм, вот мы свой результат должны были, по идее, приумножить. Потому что играли в первой половине прессинг, во второй просто посыпались. Ну, я думаю, что такая типичная для всех любительских команд. Да и вообще, ну, для многих команд такая вот стезя, когда вот валится все. И, ну, выстояли, может быть, где-то повезло. Ну, наверное, вот сам результат, ну, закономерный. Но в связи с вот этим камбэком московского, наверное, в том числе и везение здесь сыграл. Ну, везет тому, кто везет. Жду, жду, что... Субтитры сделал DimaTorzok